Закрытие двух автостанций в столице республики создало большие неудобства для жителей. Но если транспорт с пристанционной перевели на пригородный, то межмуниципальные перевозки с Новосельской теперь осуществляются с кольца около рощи Гузовского. Чиновники обещали взамен новую благоустроенную площадку в районе Контура. Но этого не случилось по ряду причин, которые, в общем-то, неинтересны тем, кто хочет спокойно ездить в свои родные места или на работу в пригородные районы. Можно ли найти выход? И ситуация в специальном репортаже Натальи Мальчиковой. Вот он встал. Сейчас еще этот встанет. Сейчас 120-й придет, который у Шомикова. Где он встанет? Вот сейчас автобус еще подъедет. Он это показывает туда. Нешуточные страсти на остановке общественного транспорта около рощи Гузовского в Чебоксарах, по словам водителей, разгораются ежедневно, особенно в часы пик. С 1 мая эта территория приняла на себя ответственность за межмуниципальные перевозки вместо сложившей полномочий автостанции Новосельская. 34 ежедневных рейса, нагрузка немалая. Неудобства в один голос высказывают как водители, так и пассажиры. Вот этот карман, вот как там, надо сделать вот до туда, пошире. Вот так нереально стоять. Сколько машин должны сейчас по графику стать. Вокзал надо. Зачем его закрыли? Виталий Неконоров часто ездит в деревню. Он сетует на то, что неточности в расписании доставляют неудобства. Сейчас пока летом еще парковаться можно, а зимой, если с ним не будет чистить. Раньше хоть на село расписание висело, во сколько чего можно уехать. Ситуация усугубляется, когда приходят учебные машины, нелегальные перевозчики, таксисты и те, для кого закон о запрете парковки на полосе общественного транспорта не писан. Против водителей, паркующихся в запрещенной для их транспорта зоне, за последние 9 месяцев составлено более десяток протоколов. Бороться с нарушителями стражей дорог планируют путем введения в эксплуатацию камер видеонаблюдения. На данном участке дороги у нас установлены соответствующие дорожные знаки. Это полоса для движения маршрутных транспортных средств. Остановка запрещена и работает эвакуатор. За нарушение требований, предписанных дорожными знаками, у нас предусмотрена административная ответственность 1500 рублей. Решение о закрытии столицы сразу двух автостанций принимали их собственники. Якобы они нерентабельны. Взамен Минтранс говорил о площадке около контура. Но не сошлись с цене собственникам. А ведь скоро зима. Зима не знаю, как будет тут. Замерзли тут. Заболеешь, сквозит к рукам. Скользко будет, аварии можно попасть. Надо простор на стоянке. Люди, чтобы отдыхали, здание было, в теплом месте ждали. Как там, где там, около? Обослили, главное. Новосельский там. Не, неудобно, неудобно. Неудобно? Да, но и сладковать, обратно. Формально около кольца рощи есть помещение для ожидания, туалеты. Есть два кассово-диспетчерских пункта. Но они не работают. Билеты люди покупают прямо у водителя. Об этой проблеме говорил на еженедельном совещании глава Чувашии. Хотя бы временные какие-то решения нужно принять. Кто-то на даче ездит, кто-то в домо ездит, кто-то близким, родственникам. Соответственно, сколько нужно времени, чтобы вынести решение соответствующее, для того, чтобы потом администрировать и навести порядок. Расширить территорию соответствующую в честь того, чтобы сделать комфортабельное нахождение граждан, которые здесь. То есть навесы, которые там должны быть, это первый вопрос. Второй вопрос – это в части конечной остановки кролепуса, та территория, которую мы также рассматриваем здесь из того, чтобы сделать конечную остановку. Третий вопрос, который мы хотели по территорию, в аренду, это предприниматели. Но там такую сумму заломили, порядка 500 тысяч в месяц. Это нереальная соответствующая. Последний этап, все-таки, я думаю, вопрос от этого решится через то, чтобы предполагать, как я сказать, новосельство. Потому что это одно из реальных мест, где в дальнейшем также шли эти пассажирские перевозки. Заинтересованные ведомства должны объединить свои усилия в решении этого вопроса. Ведь на чашу весов интересы жителей. И тем быстрее они это сделают, тем комфортнее станут поездки в районы. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика.